Познакомилась, потому что он оставил свой номер, я подумала, боже, какой молодец, что раз он у меня заблокировал, все-таки номер свой оставил. Я ему звонила, но он не брал трубку, и я стояла 15 минут, и, в общем, когда он взял, когда я начала уже кричать, что у меня прямой эфир, он говорит, 5 минут, вот тут резко изменилось настроение, потому что мне хотелось уже с ним драться, потому что он еще там, знаешь, дерзко отвечал, мне так не понравилось. Ну, в общем, слава богу, все закончилось хорошо, он уехал, слава богу, мы не подрались, все нормально. Ну, я, по-перше, витаю тебя, потому что ты у нас открываешь новый сезон шоу в Губы, это уже очень хорошая традиция, потому что стартовало наше шоу с позитивом. Какое, и как хорошо видишь все происходит, шоу-то легендарное уже, все, ну да ладно. Ну, правда, вы классные, мне очень нравится, я смотрю потом видосики, отчеты, которые сейчас мы тоже снимаем, и твой мужик, наверное, у нас был. Я, я знаю, я, Костя, что у вас были всякие там интимные разговорчики интересные, да, да. Ну, ты сегодня с тобой поговорим, потому что очень много интересных фактов для меня достали люди, для меня про тебя. Ну, по-перше, с самого начала у тебя было в жизни очень много конкурсов, ну, очень. Это правда. Мы проводились летом все-таки, когда родители могут уже детей своих куда-то привозить, и это было нашей жизнью, правда. И мы кайфовали от процесса подготовки, мы искали песни, мы потом делали аранжировки, мы искали аранжировщиков, шили костюмы, сами их вышивали. То есть это был такой волшебный процесс, по которому мама безумно скучает. Я помню, что у меня было интервью один раз, и она сказала, я так скучаю по тому времени, когда мы были все вместе, потому что все-таки я в 15 лет уже переехала из Симферополя. Такая самустина уже была. Да, и, конечно, вот это волшебство исчезло, но теперь, когда мама приезжает в Киев, конечно, она в тусовке, она ходит вместе со мной на мероприятия, у нас шопинг. Мы ходим, я ее вожу в ресторанчике, в кафешке своей любимой, и таким образом, получается, мы вот поменялись местами, и это прикольно. Мне нравится, как мы сейчас время проводим с мамой. Слушай, ну, и в тебе были девочие гурты. Был в гурте МЧС. Боже мой, ну зачем? Ну кто это тебе рассказал, ужасную эту информацию? Ну, и в тебе был очень интересный проект, который назывался «Американский шанс». А, два раза, точно. Господи, ты уже все забыла, и у меня для тебя даже небольшой сюрприз. Только не песня, пожалуйста. Почему? Это песня «Thirsty». О, Боже. Ты помнишь? Это, кстати, «Мамори» кафе тут. «I really want a triple legs with nothing on it, you think you're first of...» Вот это я пела, кстати, у меня был период, когда мне стыдно было все слушать, вот все, что было раньше, а потом я поняла, что никогда нельзя стыдиться своего прошлого, это те шаги, которые меня научили быть такой, какая я сейчас есть. И, конечно, это было... Это вообще проект был очень сложный морально. Я не знаю, тебе рассказывала мама Рика или нет. Любой проект... Знаешь, вы на себе рассказывали? Я и не верю. Любой проект — это вообще жуткий стресс. Ты попадаешь в какие-то сумасшедшие условия, и тебе искусственно создают конкуренцию, искусственно создаются какие-то вот ссоры. И я поняла, что, конечно, люди, которые прошли вот эти проекты типа «Фабрики» и всего остального, и Вова же мне тоже, муж мой, порассказывал много разных историй. Боже мой, не завидую ребятам и себе, собственно, вот из-за этих проектов. Потому что, правда, они очень морально бьют, а вот те люди, которые пишут сами песни и потом, например, попадают к какому-то продюсеру, начинают творчески подходить к этим всем процессам, вот у них жизнь, мне кажется, немножко попроще в этом плане. Но зато они не такие боевые, как мы, потому что мы готовы, прошедшие конкурсы, проекты, особенно телевизионные проекты, мы готовы, конечно, разрывать, биться за свое место. Тут, видишь, 10 на 50. В этом американском шансе была мама Рика и Яна Соломко, которая еще есть. Яна, да. Девчата, которые потом уже вышли и на следующий июнь. Это правда. Сколько было тебе роков, когда ставился американский шанс? По-моему, 18. То есть, 18 роков, ты уже побачила Америку. Ну, как побачила, может быть, это были по всеми съемки какие-то, но все, что ты... Я вообще не увидела Голливуд и Лос-Анджелес абсолютно. Мы жили в доме, нас возили на разные встречи. Мы встречались с очень культовыми людьми. У нас была встреча с Брайаном Макнайтом. Мы встречались, господи, с хореографом Бритни Спирс, вот с тем легендарным, который ставил ей все эти конкурсы. Крутые постановки. Было очень много людей таких, очень влиятельных. Но я ничего не понимала. У меня был такой стресс, вы знаете. В этот период ты думаешь, как бы тебе красиво в ноту попасть, когда у тебя там вокальный какой-то конкурс. Или фотосессия, как бы тебе хорошо выглядеть. Ты вообще ничего не понимаешь. У тебя как будто в голове в этот момент вообще ничего нет. Поэтому, когда второй раз уже поехала, когда мы снимали клик гармошка с группой «Время и стекло», вот только тогда я впервые увидела наконец-то Голливуд. И год назад я поняла, что до этого все равно я не видела, потому что работа есть работа. Это была не та Америка, которую ты видела. Нет, нет, нужно только, да, если у тебя хотя бы есть там 3-4 дня отдохнуть, тогда ты можешь почувствовать атмосферу города. Я прочитала очень много разговор в интервью, про то, как ты попала в «Время и стекло», но все-таки был какой-то кастинг. Давай я расскажу со своей стороны, как это было. Я помню, что я приехала, я в тот период жила в Москве. И у меня была своя группа и отдельно сольные песни. И я приехала в Украину, чтобы встретиться с теми людьми, с которыми я вела переговоры во время, ну скажем так, детского своего периода. Мы обменялись контактами, и была сказана мне фраза многими людьми, когда подрастешь, приезжай и показывай свой материал. И когда мне было 19 или уже 20 лет, я привезла свой материал, и у меня были встречи с разными продюсерами. И потом я узнала от своей хорошей знакомой, как раз координатора фестиваля «Черноморские игры». Она сказала, что Потап сейчас как раз проводит кастинг, ищет девочку в группу. И я такая думаю, ой, в группу, у меня тут свой проект, у меня тут своя группа с музыкантами. Мне как бы неинтересно было в группу попадать, но так было интересно встретиться с Потапом. Азарт. Конечно, я очень хотела с ним познакомиться. Настю я знала с 13 лет своих, мы с ней на конкурсах постоянно пересекались. И когда мы встретились с Потапом, эта встреча, конечно, перевернула все. Потому что ты мило знаешь, что в этого человека невозможно не влюбиться, не полюбить его. Я им восхищалась и восхищаюсь до сих пор, потому что он гениальный, он безумно харизматичный. Залежаю у всех. Он меня покорил, конечно. Он меня покорил своей уверенностью, верой в меня. И эта встреча изменила все. Я потом вернулась в Москву. У меня там тоже было предложение сольного проекта. И я все-таки решила быть Потапом в творческом смысле. И не жалела никогда об этом. Я знаю, что было разные назвы групп. Ты поменишь? Да, конечно. Значит, первое название «Миллион зеленых птиц». Второе – невероятнейшее название «Леша домой». И, конечно, было третье название «Время и стекло». И из этих трех просто суперкрутых названий мы выбрали самое странное «Время и стекло». А я знаю, что было вообще «Крем сода» и «Позитивная надежда». Ну, это уже, знаешь, такие вариации, которые мы до сих пор с позитивом иногда используем. Знаешь, когда просят всех артистов, просят на Новый год, на День святого, Валентина, 8 марта. Все праздники, в общем. Поздравления для разных там, для телека, для радио. И, в общем, у нас первые четыре года было самое популярное поздравление. Мы желаем вам никогда не терять надежду и всегда оставаться на позитиве. Знаешь, такая заученная фраза, используемая нами четыре года. У нас сегодня в губы Надя Дурафеева, а мы даже скоро продолжим, разрушаясь от Нового. Позитивная надежда. Прямой эфир! Сейчас я протру экранчик. Добрый день. Всем привет, ребята. Ребята, мы в прямом эфире вместе с Милой на NRG. Не смотрите нас здесь. Включайте радио. Включайте радио. Но я шучу, конечно, смотрите. А сколько у нас до выхода? У нас одна песня. Одна песня. Сейчас, сейчас, сейчас я себе тут прическу. Как удобно. Видишь, как хорошо? Класс. Привет, ребята. Привет всем. Меня вызывают тут в прямой эфир. Но я, извините, ребята, я пока не могу выйти. А куда тебе еще этот блокнот? Положи, вот, наверное, как раз где Надя, чтобы мы не забыли. Блокнот на блокноте. Битания. А что это у вас блокнот на блокноте? Блокнот на блокноте. Эта пирамида блокнотов. Мне нравится, что никто не задает вопрос, и все просто здороваются. Тут привет, 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 привет. О, как дела? Вот, наконец-то. Как дела? Теперь следующий популярный запрос. Я хочу вас всех поздравить с тем, что, по-моему, сегодня пришла весна. Я так счастлива вообще по этому поводу. Пишут, мне очень красивое украшение. Спасибо большое. Боже, я забыла реально про группу эту. Глэм она называлась. Такое прекрасное название. Боже, Надя, ты не представляешь, у меня сегодня была бессонная ночь. Я как начала смотреть «Американский шанс». Ты что, серьезно? Я готовлюсь всегда-то. Вот, почему ты про рыжий цвет сказала, я теперь поняла. Ты насмотрелась. Потому что у меня переговора на терапия, у меня все. Ты серьезно. Ты меня всю ночь с тобой провела, понимаешь? Да, спасибо. Я реально всю ночь провела с твоими интервью, с шансами, с зиркой, с зиркой. Ты что, у тебя же было столько проектов, что мне не хватило бы даже и недели. Это жесть. Да. Я так рада, что они были. У тебя такой опыт. Угу. Пародия на Тинукарль, Шамос Геон. Я была очень худая. Так перед очень сильно худая. Ну, ты и сейчас, знаешь, не сильно худая. Я сейчас нормальная. Тогда я была очень худая. И мы делали мне, чтобы я не была сильно дрыщом. Подкладку полностью на тело. Из поролона. И все равно я там очень худая. Сверху еще? Нет, внутри. А сверху лысины у меня там были. И все равно я была очень худая. Ты спарилась, наверное. Да, не важно, что я спарилась. Важно все равно, что я с такой прослойкой и поролоннула с рнучком. На видео просто катастрофически это смотрится. Слушай, мне очень хорошо запомнилось. Вот если у Вова у меня запомнилась лобода, конечно. Ой, у Вова невероятная была лобода. Но мой любимый образ был Муми Тролля. Твой? Да. Это был мой любимый. Когда новая песня выйдет? Ребят, выйдет, кстати, Вы тут? У меня позвонили. Да. Песня выйдет. Она готова, но выйдет попозже. Как бы прям через минимум месяц. Позже даже, наверное, чуть-чуть. Как тебе эта песня? Мне так нравится. Я как начала смотреть Майли Сару. Она очень круто поет. Она так это делать фирма. Офигенная. Я вот Эллен Дедженерес у нее посмотрела. Случайно попала на интеллект. Боже, она мне такое ощущение, что включается. Круто. У нее очень забавный голос, когда она разговаривает. Когда она разговаривает. Но когда она начинает петь, я вообще дурею. Они такие крутые. Потому что я вот в рекинг-бол, вот это оно как-то мимо меня все проходило. А тут именно... Мне это тоже песня нравится очень сильно. А мне тоже кто-то, знаешь, недавно так поразил своим вокалом из американских. Я прямо офигела. Кто-то... Во-первых, я застала в Нью-Йорке, когда была кусочек Грэмми. По телеку смотрела? Да. И я обалдела от количества рекламы. Сумасшедшего. Именно в самой Грэмми? Жесть. Невозможно смотреть. А второе... То есть они пьют Pepsi, они говорят... Просто реклама. Вот просто... Прикиньте, сколько она стоит. Это реклама, во-первых. Пели две девочки, две сестры. Анна Мария? Да. Я подумала, что это прямая трансляция. Сейчас побери. Сюда нормально поговорить. А поснимай еще, как мы и Милы, и всех тут, кто у нас на бэкстейджа, ладно. Прямо, что ли? Да, не стесняйся. Нет, ты просто не понимаешь, какое твоё выражение лицом было. Сложно, что ты в скринь не разговариваешь. Тебя же второй раз подставляешь. Тебя второй раз уже подставляешь. Свой прямой эфир, и я такая... Нет, если никто не успел скриншот делать, это нормально. Алло. Пока. Лена. А мы продолжаем. Послушаем今 у нас сегодня делает Улья-Барт Барниковا. Мы поза эфираем мы вспомнили твои проекты. У тебя было много проектов, они были очень сильными для тебя, ты стала еще до свечи. Сколько было тебе лет, когда проекты начались? 15-16? Первым моим телевизорным проектом был проект «Караоке на Майдане». Серьезно? Да. И это было в Ялте. И я тогда стала победителем проекта. И потом поехала на шанс. И там познакомилась с Кузьмой, до речи. И этот проект тоже так добряче допомогла мне узнать, что такое телевизорная снимка. Это было очень сложно. Я смотрела на себя по телевизору и я себе не понравилась. Я себя дратила, когда смотрела. Я была надто... Я сейчас эмоциональная, но тогда это было так занадто. Это было дитиною, это нормально. Мне было 15 лет, но когда я начала читать первые комментарии, я была в шоке, потому что они были для меня очень больно. Хейтеры. Так, они уже тогда были, хотя тогда только форумы существовали. Только форумы. Не было, конечно, Инстаграму и всех других соцсетей, социальных мереж. И шанс был для меня первым важным и важным уроком жизни. Далее, Шоу Мат Гуон. Там, где ты перептирувалася в разных зерок. Муми Тролли, Тіну Карель, Джамалу, Мика Джаггера, Вітні Хьюстон, Мадонна, еще кого я еще делала. Лара Фабио. О, Мадонну я сгадала. Мадонна, так. Было очень смешно, тоже очень тяжело. Но этот проект мне уже было немного легче. Я уже была в гурте «Время и стекло». И я была трошечки впевненше. И было тяжело, но очень интересно. Подивиться, будь ласка, особо муми Тролли. Там реально смешно. И этот грим, он, до речи, очень тяжело делается. Когда особенно тебе нужно сделать сморшки. Когда его снимают через 10 годов после съемки. Снимают с шкирой? Да, это так боляче. И мне казалось, что лицо, что болело несколько дней. Было тяжело. Ну, когда так, тяжкий грим. Также «Маленькие гиганти», «Голос Діти». Маленькие гиганти! Я забыла про этот проект. Было тоже очень интересно. Но перемен в этом проекте мой мужик, Володимир. И моя команда «Диточок» вылетела в третьем или втором эфире. Я уже не помню. А он перемен. Ну, ты боялась? Так. И очень заздрила. Маленькие гиганти. Ну и дети в тебе продолжили уже на проекте «Голос Діти». Так. Тебе понравилось. Ты совсем открылась с другой стороны. Спасибо. Я хочу сказать, что этот проект, в целом, перевернув мое отношение к детей. Потому что таких талановитых детей, мне кажется, нет ни где. Это, по-перше. По-друге, я зрозумела, какая я эмоцийна щодо детей. Потому что до этого я не почувала себе матерью до проекта «Голос Діти». А тут открылась мама Надя. Так. Так. Я почувала себя. Спочатку это была сестричка. А потом уже… Справжняя мать. …якась мать. «Танцы з зерками», «Ліга смеху». А ты и потанцовала, и с гумором уже… Ну слушай, люди, которые работают с Потапом, ну не могут быть без гумора. Так. Потому что это было достаточно логично, что тебя приняли в команде «Лігу смеху». Мне было так удивительно, что меня запросили на «Лігу смеху», скажу тебе честно. Я очень переживала на этот рахунок. Потому что я себя с юмором не асоціировала до «Ліги». Но благодаря этому проекту я снялась в фильме. И я поняла, что я еще и акторка. Поэтому я очень благодарна Володимиру Зеленскому за то, что он посмотрел в меня актрису. Я… Ты… Вин… ВОНА! Так. Дуже успешно пройшел этот фильм в кинотеатрах. Ты довольна, когда ты себя увидел на этих экранах? Это было очень смешно, когда мы всей командой пришли и когда я появилась на экране. И наша вся команда вращала на весь кинозал. И мы всем не давали смотреть кино. Когда тебя видела, все кричали. Так. Мама рыдала. Мама рыдала. Это было совсем другим ощущением, когда ты себя дивишься на экране. Когда ты покупаешь попкорн и ты видишь все на величезном экране. И ты видишь все свои там моменты на своем облечении. И это очень странно. Это совсем не просто. Это не клип. Это не видеоработа. Это не проект. Это совсем другая история. И самое сложнее, это быть натуральным, когда ты играешь. Такой, как ты есть. Так. Это не сложнее. Это очень глубокая. Спасибо. Я хотела бы это сказать. Так. Очень глубокая. И я бы хотела именно такую роль попробовать. А кроме того, что ты в кино играла, у тебя есть и свой одяг. Как тебе на все хватает часу? У меня не хватает часу. Ты не спишь. Что ж? Как это все входит в тебе? Минулий рік был очень... Очень просто. Все объясню. У нас есть 5 секунд на каждое вопрос. Я задаю... Тебе задает какой-то человек писемков. Сегодня он будет записывать это так. И у тебя есть 5 секунд, чтобы ответить на это вопрос. Ты готова? Так. Поехали. Так выпала карта. Финальные твитеры. Наверное, потому что... Так. И своих песен нужно было? Ну, своих. Так. Мне вопросы. Я не знаю. Я их не слышала. Давайте послушаем. Фантастичная, неймоверная, красивая. Спасибо тоже. Просто спасибо. Поехали. Я так нервую. Очаровательная, сексуальная, харизматичная. О, спасибо. Так, поехали. Орех, смородина, помидор. Интересно. Я не знаю. Так и можно добавить до кавы? Да. Это я какой-то волик знаю. Мне кажется, что имбирная печенька подошла бы лучше. Может быть, немножечко корицы. Или там... Знаешь, я видела, кто-то с лимоном вообще. Каву? Есть такие извращенцы. Ну... Каждому свою. Так. Далее вопрос для тебя. Что? Да. Надя Ручка. Надя Ручка. Надя Спичка. Надя Ручка. Ну, есть такая человек с таким названием? Мне так называется. Так. Далее вопрос для тебя. Мила Кунис. Мила Начус. Мила Еремеева. А Начус это кто? Не знаю. Не знаю. Она звучала с Кунисом. Господи, прости. Так. Мне вопрос. Ну, ай-муви. Фейстюн. ВСЕО? 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 Да, да, да. Надя, с тобой. Струмая. Кань Уэст. Я не знаю, почему Кань Уэст уже. Господи, это такой сложный вопрос, потому что я об этом никогда не задумывалась. Я замужем уже, друзья. Ну, ничего. Нет, на свидание. Знаете, Вова бы меня простил некоторых людей. Струмая. Конечно. Он знает, как я его люблю. Он мне даже снился один раз. Представляешь? Я знаю, что ты ездила на поставали и слухала его на живу. Да. Это правда. И его небытания. Телепортация, невидимка, исчезновение. О, исчезновение. Я не знаю, что ты за суперсил. Слушай, вот человек-невидимка, это вообще суперинтересная штука. Скажи. Надя. Да. Улыбчивость, отзывчивость, доброта. Слушай, ну ты как подготовилась. Ну я, да. Как я тебя люблю, получается. Ужас. Ну правда, я все время улыбаюсь. Мне кажется, я буду вся в морщинах скоро. Нет. Если ты смешаешься, а в тебе это выходит, ты такая, то ничего такого не будет. И мне вопрос. Авокадо, сыр с плесенью, кефир. Я думала, вино будет. Такой красивый набор. Был бы красивый набор, но. Нет. Надя, я тебе дякую. Мне кажется, это очень крутой батл. Так. Мы даже спередовались. Мы познакомимся. Алло. Привет. Привет, как тебя зовут? Марина. Марина, где ты звонишь? Ну. Марина, сейчас тебе будет приветствовать Надя Дорофеева. Привет, Марина. Спасибо. Спасибо. Как тебе стало? Как круто. Надя, смотри. Смотри, смотри. Краще так. Я тебе даю список зерок. Так. Их нужно описать трьома прикметниками. Или пять. Сколько у тебя будет. А песни можно спевать? Ну, слушай, давай сьогодні поспеваем немного. Можно? Ну давай поспеваем. Ты же не красиво спеваешь. Почему? Я не помню так. Хорошо. Так, Марина, смотри. Если Надя тебе все правильно скажет, ты все угадаешь. Только прикметниками? Нет. Давай, ладно. Все, песнями. Сьогодні первый у нас эфир. А можно просто пояснювати? Поясню. Поясню. Градійного крокодила. Іра Грова, до речі, майстер-класс нам давала уже з крокодила. Як вона пояснювала за кордоном, що треба таблетки від голови. Тому, я думаю, в тебе дуже гарна школа. Добре. И ты зараз все вийде. Готови, дівчата? Так, так, готови. Пацанячая группа американская. Вот. Пам'ятаєш? Из двох слов. Мальчики на англійськом. Как будет? Герлс? Не герлс. А? Так. И еще одно название вначале? Не герлс. Хорошо. Следующее. Поплакала. І знову хто співає? Так. Добре. Я в нас такий гурт, у которых была песня Make Up, которые побеждають все время во всех музыкальных премиях. Журавли. У них еще есть песня. Юля Санина в ней поет. Да. Молодец. Дальше. Слава и Виктория поют в этой группе. Две девочки. Такими низкими голосами. Молодец. Весна, 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 Весна. Весна, Весна. Кто это? Олег, скрипка. Кто? Кто? Скрипка. Как-то я очень была плоха. Нас задержала группа Backstreet Boys. Это была группа. Марин, ты знаешь, сколько тебе роков? Ты не знаешь Backstreet Boys? Ты знаешь, они уже к этому времени действительно были неактуальными. Знаешь, это называется тест на воздухе. Это мы знаем и люди в нашей студии. Марина, я тебя поздравляю с тем, что ты молода и не знаешь группы Backstreet Boys. Мне кажется, это прекрасно. А мы знаем Backstreet Boys. Марин, спасибо тебе. Надь, будем мы отдавать блокнот с твоим автографом? Ну конечно. Марина, оставься на линии. Расскажем, как забрать подарок с автографом Надя и Дорофея. Мы очень скоро вернемся. Я не могу определиться. Я не могу определиться, на каком языке вообще говорить. А, ты кому еще? Ты не стыкаешь передать людей. Я тут до сих пор играю с тобой. Человек, который боялся Сара, Клёва, Пара... Я сама писала этот способ. Я помню все. Ну и традиционно у нас будет Blitz. Но он будет на выбор Blitz. Класс. А тебе очень нравится играть. Обожаю. У тебя такой авантюризм вмикается. Ну, поехали. Обнимать еще досвидос. Досвидос. Брюнетки или блондинки? Брюнетки. Том Хардия или Лео Декабрио? Том Хардия, конечно. Жаворонок с часовой? Сава. Беляш или хотдог? Хотдог. О, Боже. Это самый сложный выбор. Мари в жизни. Ха-ха-ха. Это не осморно. Хорошо. Олег Винник. Олег Винник. Мари или горы? Мари. Всегда говорить так или нет? Так. Виктор Павлик или Павло Зібров? Павлик. Жить без вани или без солодов? Без солодов. Вуз опозитива или борода потапа? Ха-ха-ха-ха. Давай. Борода потапа. Фильмы или сериалы? Я бы эти усики чекнула. Ха-ха-ха. Сериалы. Друзья, я так понимаю. Чути думки чи зупиняти час? Зупиняти час. Ніколи не сміятися чи ніколи не закоковатися? Ха-ха, ніколи не сміятися. Фейсбук чи Інстаграм? Інстаграм. Зверху або знизу? Зверху. 404 або 505? 404. Ха-ха-ха! Ну все, бука, мари. За хвилину ты дуже-дуже реактивно. Ти дуже швидко відповідаєш на питань, взагалі є питань, яке може тебе поставити в якийсь такий тупичок? Так. Що це за питань? Хто сурове, я хто стекла? Ну це твоя улюбленька. Моя любимка. И уже небольшая пауза, и поговорим о том, что будет в этом году в «Наде», в «Время истекло». Готова? Есть что рассказать? Может, ты просто так сказала, я испугалась, думала, что ты расскажешь. Я схожу на писалкового злодея. Это случится 5 октября в дворце спорта, и это наша первая такая группа площадка. Мы так волнуемся, и мы очень серьезно готовимся к этому большому концерту, безусловно. На этом концерте вы уже услышите весь новый альбом группы. Выйдет он раньше, выйдет он весной. Но я надеюсь, что к октябрю вы уже будете знать все эти песни. Они абсолютно другие. Мы так говорим каждый раз, Лёша, но они правда другие. Там есть и лирика, которая от нас ждет. Украинскую.